Следующий докладчик у нас Андрей Борисович Комиссаров. Эволюция вирусов гриппа А, H3N2, человека 50 лет вместе. Это страшно. Уважаемые коллеги, я очень рад делать доклад на симпозиуме. Большое спасибо научному комитету за эту возможность. И мой доклад посвящен одному из сезонных вирусов гриппа А, H3N2. Почему вирус гриппа А, H3N2 является уникальным объектом для исследования, эволюции? Потому что это единственный пример сезонного вируса гриппа, который мы можем наблюдать на протяжении 50 лет. То есть с 1968 года вирус гриппа А подтипом H3N2 циркулирует в человеческой популяции. И это единственный подтип вируса гриппа, по которому накоплен колоссальный массив данных, в том числе и генетических антигенных, включая ретроспективное секвенирование вирусов 60-х, 70-х, 80-х годов, так и текущее актуальное секвенирование, которое выполняет система глобального надзора за гриппом и принятие ответных мер. Порядка 10-15 тысяч секвенсов появляется ежегодно. Что связано с переходом к принципиально новой парадигме надзора за гриппом, если исторически надзор за гриппом был устроен следующим образом. ПЦР-положительный образец, вернее, образец от больного тестируется в ПЦР. Если он ПЦР-положительный, его пытаются выделить на куриных эмбрионах или клеточной культуре, охарактеризовать антигенно, после чего изучить его генетические характеристики. То теперь все больше и больше стран, участвующих в системе надзора за гриппом, переходят к парадигме sequence first, то есть сначала секвенируй. То есть ПЦР-положительные образцы все идут в секвенирование, NGS-секвенирование, так как его стоимость падает, а возможности растут. И дальше самые интересные с генетической точки зрения вирусы уже отправляются на вирусовыделение и антигенную характеристику. Это генерирует огромные массивы данных, доступные для исследователей во всем мире. Несмотря на то, что Юрий Михайлович вкратце ввел вас в основы вирусологии именно вируса гриппа, я хотел бы поподробнее остановиться на некоторых моментах. Вирус гриппа – оболочечный вирус, у него сегментированный геном. Это очень важно для понимания его эволюции. Геном состоит из восьми сегментов. Три сегмента – гемаглютинин, четвертый сегмент, нейроминидаза, шестой сегмент и М, седьмой сегмент, кодируют белки, находящиеся на поверхности вируса. В основном, конечно, для нас важны гемаглютинин, отвечающий за связывание с рецепторами на клетке, и нейроминидаза, отвечающие за высвобождение вируса. Но также белок М2, виропарин, присутствует в мембране вириона и играет важную роль в слиянии вирусной частицы с клеткой. Остальные сегменты кодируют белки, не представленные на поверхности. Три первых сегмента кодируют полимеразные комплексы и ряд дополнительных белков. Пятый сегмент – НП, кодируют нуклеопротеин, упаковывающий вирусные нуклеиновые кислоты. Восьмой сегмент кодируют неструктурные белки НС1 и НЭП, участвующие в различных функциях по борьбе с противовирусным клеточным ответом. Каково разнообразие? Вообще, вирус гриппа – это преимущественно птичий вирус. Больше всего разнообразие среди птиц вируса гриппа. Всего существует вирус, и склассифицируется по подтипам, как вам, наверное, известно. Мы сейчас будем говорить в основном, вернее, не в основном, а исключительно про тип А. Если мы посмотрим на разнообразие типа А, мы увидим, что по гемоглитинной нейроминидазе бывает 18, ныне известно, подтипов по гемоглитинину и 11 подтипов по нейроминидазе. Соответственно, вы можете посчитать теоретически возможное количество комбинаций, умножив 18 на 11, но реально встречаются не все. Здесь приведены не самые актуальные данные по секвенированным вирусам, которые есть в базе данных, но, тем не менее, вот на этой тепловой карте вы можете примерно оценить представленность разных подтипов. Конечно же, она немного компроментирована тем фактом, что больше всего секвенируются, конечно, вирусы от людей. Безусловно, представленность колоссальная вируса гриппа H1N1 и H3N2 связана с тем, что это основные патогенные, основные сезонные вирусы гриппа человека. И, конечно же, птицам уделяется значительно меньше внимания. Если мы посмотрим на хозяйскую специфичность, то вот здесь вот красным отмечены те вирусы, которые, в принципе, могут поражать человека. Мы видим, что их не очень-то и много. А вот подавляющее большинство остальных вирусов, отмеченных черным, это вирусы гриппа, поражающие птиц, и большинство из них для птиц являются низкопатогенными и вообще вызывают практически бессимптомные инфекции. Вот эти два варианта H17N10 и H18N11 – это вирусы гриппа летучих мышей. Достаточно экзотические варианты, открытые совсем недавно. Если мы посмотрим, какие вот на предыдущем слайде были вирусы гриппа, способные, в принципе, поражать человека, а на этом слайде красным отмечены те, которые являлись в какой-то период времени или являются вирусами, вызывающими сезонные эпидемии. Их на самом деле всего три. Это H1N1, H2N2 и H3N2. Остальные в основном имеют занозный характер и либо вообще не передаются от человека к человеку, либо имеют ограниченный потенциал по передаче от человека к человеку. Мой сегодняшний доклад будет посвящен вирусу H3N2. Но сначала пару слов о механизмах эволюции. И общеизвестно два механизма эволюции основных у вирусов гриппа. Это генетический дрейф и генетический сдвиг. Рекомбинация для вируса гриппа не описана. Генетический дрейф, то есть накопление замен в последовательностях вирусного генома, обусловленная ошибочностью вирусной полимеразы. И генетический сдвиг. Это возникновение новых штаммов путем реассортации сегментов генома. Если мы оглянемся на историю XX века, хронологию циркуляции тех или иных подтипов, мы увидим, что в 2018 году произошла пандемия испанки. В 2018-2019 год. Дальше вирус гриппа H1N1 превратился в сезонный вирус гриппа H1N1 и циркулировал в качестве сезонного вируса, вызывающего ежегодные эпидемии, среди людей до 1957 года. В 1957 году произошло возникновение нового пандемического штамма. Вероятно всего, от птиц он пришел, так же, как и испанка. Это H2N2. H2N2 циркулировал с 1957 по 1968. Это был так называемый азиатский грипп. Далее H3N2 – гонконгский грипп. С 1968 года и по нашей дне циркулирует среди людей и вызывает заболевания каждый эпидемий сезон. С 1977 года H1N1 – так называемый русский или советский грипп – это продолжение, по сути, это потомок сезонного вируса, возникшего от испанки, куда-то пропавшего на 20 лет с 1957 по 1977 год, и вернувшегося в 1977 году. Есть много разных гипотез, как это произошло. И это второй сезонный вирус гриппа А, который циркулировал до 2009 года. В 2009 году был сменен вирусом гриппа пандемическим H1N1, ПДМ-09, свиного происхождения. Ключевую роль в формировании пандемических штаммов играет комбинация генов, возникающие новые комбинации генов вирусов гриппа. Про возможных предков испанки мы знаем очень мало, потому что этот вирус был вообще восстановлен методами аборратной генетики значительно позже, чем он, собственно, циркулировал, и его ровесников, циркулировавших среди животных, они нам просто неизвестны. Поэтому мы считаем, что все сегменты генома произошли от вирусов птичьего происхождения, хотя особых доказательств этому молекулярных у нас нет. В 1957 году большая часть сегментов осталась от того старого вируса. От вируса птичьего H2N2 пришли три сегмента – гемоглотинин, нейроминидаза и один из компонентов полимеразного комплекса ПБ1. В 1968 году возник новый реассортант. Но, опять же, поменялись не все сегменты. Часть сегментов осталась от предыдущего сезонного вируса, а от нового вируса пришли гемоглотинин и ПБ1. Если мы опустим вот эти все разные экзотические свиные варианты и посмотрим на пандемический вирус 2009 года, мы увидим, что у него сегмент ПБ1 от человеческого сезонного H3N2 и остальные сегменты от разного рода свиных вирусов гриппа. Таким образом, реассортация играет ключевую роль в возникновении новых пандемических вариантов. Надо сказать, что на самом деле картина значительно сложнее. Если мы обратимся к ранним вирусам H3N2 конца 60-х, начало 70-х годов, мы увидим, что совсем не все из них имеют вот эту каноническую структуру, которую я только что сказал. То есть пришедшие два сегмента – ПБ1, гемоглотинин, все остальное, все остальное старое. Существовало большое количество вариантов разных по генетическим группам H2N2, которые за те годы, когда он циркулировал, тоже за те 10 лет приобрел существенные изменения. То есть стабилизировалась эта констелляция генов, совсем не сразу она возникла, она стабилизировалась через какое-то небольшое количество лет после пандемии. Какова роль сегмента ПБ1, о которой мы уже упоминали несколько раз сейчас? Включение гена ПБ1 птичьего происхождения дает содержащему его вирусам некое конкурентное преимущество. И есть большое количество исследований, экспериментальных, инвитроисследований о том, каков может быть механизм этого преимущества. И существует экспериментальное доказательство кооперативных взаимодействий между сегментами ПБ1 и, с одной стороны, и гемоглютинином, с другой стороны. То есть успешность вируса зависит именно от успешности этой констелляции, а не только связано с характеристиками гемоглютинина, к которому приковано наибольшее внимание обычно. Так известно, что вакцинные и просто экспериментальные реассортанты 3 плюс 5, то есть 5 от вируса донора и 3 гемоглютинина и нейроминидаза ПБ1 от нового вируса, часто оказываются более эффективными с точки зрения репликации, чем реассортанты 2.6, когда мы от нового вируса берем только гемоглютинин и нейроминидаза. Новый вирус, пандемический, попадает в человеческую популяцию в 1968 году, превращается в сезонный, начинает циркулировать, и основную роль в эволюции уже сезонного эпидемического штамма играет генетический дрейф, то есть накопление замен в геноме и селекция тех вариантов, которые ускользают от возникающего иммунного ответа хозяина. Если мы посмотрим на антигенную историю вирусов гриппа H3N2, мы увидим, что она представлена некими антигенными кластерами, и существует набор замен в районе рецептор-связывающего и антигенных сайтов гемоглютинина, точечных замен, которые приводят к переходам между кластерами. То есть вот эти кластеры, они антигенно отличаются друг от друга, и вакцина, полученная против вируса одного из кластеров, не будет эффективно защищать от другого кластера. На данном слайде представлены филогенетические деревья по всем сегментам вируса гриппа АА под типа H3N2, начиная с 1968 по 2012 год где-то. Это кластер PERT 2009. И вы можете видеть генетический дрейф и как он происходит. Вот дерево по гемоглютинину с наибольшим количеством различий, безусловно. Если мы обратимся к скорости эволюции, мы увидим, что разные сегменты эволюционируются разной скоростью. Ожидаемо, что самая быстрая скорость эволюции, самое быстрое накопление извинений будет происходить в гемоглютинине, но, к сожалению, я не вместил это на один слайд. Но, тем не менее, можно видеть, вот здесь 0,2, 0,2, здесь 0,8. Замен на позицию в данном белке. Можно видеть, что быстрее всех ожидаемо эволюционируют вирус поверхностные белки, гемоглютинин, нейроминидаза. И интересная особенность – совершенно неструктурный белок, ПБ1Ф2, присутствующий только в зараженной клетке, скорость эволюции которого сопоставима с поверхностными гликопротеинами. Это белок, вовлеченный в регуляцию апоптоза зараженных клеток. И вообще очень интересный объект. Обратите внимание, что он относится тоже к сегменту ПБ1, который играет важную роль в успешности этих геномных констелляций. Интересно, кстати, отметить, что есть литературные данные по присутствию антител против ПБ1Ф2 и по исследования, посвященные антителам против ПБ1Ф2 и их роли в наличиях или отсутствиях в развитии патологии при гриппе. Далее я хотел бы отметить, что скорость эволюционных изменений зависит от хозяина. Если мы говорим вирус гриппа А, H3N2 человека, это вовсе не означает, что он поражает только человека. Мы провели исследование человеческих вирусов гриппа А, H3N2 у свиней. Дело в том, что свинья вообще является сосудом для смешивания вирусов гриппа. Свиней способны поражать и птичьи вирусы, и человеческие вирусы. И целью нашего исследования было исследование вариантов гриппа А, H3N2, циркулирующих в свиных хозяйствах. Мы исследовали, нашли некое количество вирусов гриппа разных. И в том числе H3N2. И эти вирусы H3N2 были человеческими, что абсолютно по своей последовательности и по данным филогенетического анализа. Что позволило предположить существование обратного заноза, заражения свиней от больных сотрудников свинофером. И это не представляло бы особого интереса, если бы не филогенетическое положение этих вирусов. И если мы посмотрим на филогенетическое дерево, мы увидим, что вирусы 2014 года, выделенные от свиней и секвенированные от свиней в 2014 году, группируются с человеческими вирусами гриппа H3N2 2009 года. 2009. То есть, либо они эволюционируют медленнее, либо, другая вариант гипотезы, что они приобретают какие-то замены и возвращаются к тому состоянию, в котором они были в 2009 году. Но, скорее всего, просто эволюция в свиньях вирусов гриппа H3N2 происходит медленнее, чем у человека. Когда мы говорили о реассортации, мы говорили о ее роли в формировании новых пандемических штаммов. Но играет ли реассортация какую-то роль в эволюции сезонного эпидемического штамма? И присутствует ли она, и происходит ли реассортация у сезонных штаммов? И данные показывают, что вот здесь филогенетические деревья, спаренные по гемоглютининой нерминидазе. Можно сделать другое представление, сложное представление, поместить все 8 деревьев и отметить связи между ними. Просто на слайде это будет не очень наглядно. Тем не менее, здесь можно видеть наличие реассортантов между разными группами внутри под типа H3N2. И описано более 59 эпизодов реассортации внутриинтерсубтипической у сезонных вирусов гриппа H3N2. И какова ее возможная роль? На самом деле это достаточно сложно доказать, но существует целый ряд спекуляций, предположений, гипотез относительно новых реассортантных вариантов внутри под типа H3N2. Так как современные вирусы H3N2, они тоже весьма гетерогенные и представлены целым рядом групп, прошу прощения за качество слайда, но они есть 32A2, 32A1, 32A1B, 33A. Это варианты клайды, генетически актуальные вирусы гриппа H3N2. И вот здесь представлено возникновение варианта реассортантного, которого часть сегментов происходит от 3C2A1B вирусов, а два сегмента, а именно гемоглитенин и ПБ1 от другой группы, 3C2A2 подобных вирусов. И на этом слайде можно видеть, как в эпидсезоне 2017-2018 года количество этих вирусов существенно возрастает. И американские коллеги, которые проводили это исследование, они склонны были связывать с возникновением нового этого варианта более высокую активность гриппоподобных заболеваний в Соединенных Штатах в сезон 2017-2018 года. Мы тоже регистрировали этот вариант, готовим к публикации эти материалы. За прошедшие годы, 68-го года, гемоглитенин как белок претерпел тоже очень существенные изменения. Произошли изменения поверхностного заряда, очень серьезные, изменилась из-за электрической точки. Если в начале этот белок был очень похож на действительно грипп птиц, то сейчас по физико-химическим характеристикам он уже очень не похож на грипп птиц. И происходит постоянное отбор и накопление сайтов гликозилирования или секвонов в последовательности гемоглитинина вируса гриппа H3N2. То есть сайтов NXS или NXT. К сожалению, экспериментальные возможности по подтверждению того, являются ли они действительно гликозилированными или они не гликозилированы, экспериментально подтвердить достаточно сложно. Но методами информатики видно, что такие сайты потенциально накапливаются. И если в 68-69 году мы возьмем вирусы гриппа птиц H3N2 того времени человека, мы увидим, что в каждом из них 7 потенциальных сайтов гликозилирования, то в 2013-2014 году у птиц по-прежнему 6-7 сайтов гликозилирования потенциальных, а у человека их уже более 12. Что оказывает существенное влияние на свойства? На стабильность фолдинга гемоглитинина. Известно, что у целого ряда патогенов человека, таких как у ВИЧ-1, у SARS и у вируса Эболы, еще большее количество сайтов гликозилирования в поверхностных белках. И не до конца ясна предельная емкость гемоглитинина H3 по тому, сколько еще этих сайтов он может накопить. Накопление сайтов гликозилирования и в целом генетический дрейф привел к изменению рецепторной специфичности вирусов гриппа H3N2 человека. И если со 68-го по 2002 год с родства к сиаловым кислотам человека альфа-2,6 гемоглитинина вирусов гриппа H3N2 снизилось в 4 раза, то за последующие 7 лет оно снизилось в 200 раз. И для того, чтобы выжить, у вируса возникли компенсаторные замены и появился, по сути, совершенно самостоятельный рецептор, связывающий сайт в нейроминедазе второй. То есть нейроминедаза приобрела совершенно иные свойства по сравнению с исходными вирусами. И вот замена H150R позволяет вирусам гриппа H3N2 связываться с рецепторами через нейроминедазу. Что очень интересно с фундаментальной точки зрения и совершенно чудовищно с точки зрения существующих методов оценки антигенных свойств вирусов гриппа H3. То есть в реакции гемоглитинации, в реакции торможения гемоглитинации очень тяжело работать с этими вирусами. И в современными вирусами работают только в присутствии ингибиторов нейроминедаза. Здесь мы видим, пожалуйста, доминирующие до 2007 года H в положении 150, после этого R. И вот здесь видно, здесь не видно даты, но примерно за то же время. Вот синие точечки – это вирусы, у которых H. А у большинства вирусов у них R в этом положении. Таким образом, вирус гриппа H3N2 совершенно уникальный объект для исследования, потому что 50 лет циркулирует среди людей, и ни для какого, наверное, другого вируса, и ни для какого другого подтипа гриппа, в частности, нет такой истории наблюдений, нет таких возможностей для анализа генетических и антигенных свойств. И я затронул лишь очень самую-самую верхушку айсберга в этих исследованиях. За 50 лет гемоглютин претерпел очень существенные изменения, приобрел огромное количество сайтов гликозилирования, неизвестно, сколько еще приобретет, и гемоглютин практически утратил рецептор-связывающие свойства. А нейроминедаза приобрела совершенно новые функции, которыми раньше не обладала. Приобрела второй рецептор-связывающий сайт. И отдельно нужно отметить интерсептипические реассортации и необходимость воспринимать эволюцию геномов сегментированных вирусов как нечто целое. Нельзя рассматривать эволюцию только по поверхностным гликопротеинам, как бы они ни были важны, потому что для эволюционной успешности вируса очень важна вся констелляция генов. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Борисович. Вопросы? Да, Депутат Ильич. Андрей Борисович, скажите, пожалуйста, ну фантастически, конечно, вот смотришь, ну просто фантастика, да, то, что вот это удалось, и пронаблюдать, и описать все. И все-таки вопрос, а предсказать-то мы что-то можем? Понимаете, вот у нас, наша наука в основном вот эпидемиология, она же только вот, в общем, она все объясняет потом, понимаете, а вот что-то предсказать-то на какой-то, вы смотрите, кстати, вот в эволюционной там онкологии у нас вот на первой сессии, мы что-то предсказываем уже, понимаете, и наши еще предсказания сбываются. Вот у вас там в вашей эволюционной вирусологии гриппа уже вот что? Это очень горячая точка исследований. В настоящее время нет никаких проблем в предсказании антигенных свойств по генетическим. Но это не совсем то, сейчас, о чем вы спросили, просто как предыстория. То есть мы можем по секвенсу, по сути, не характеризовывая антигены, не выделяя вирус, по секвенсам из первичного материала, из мазка, можно примерно предсказать антигенные свойства. Методы машинного обучения, существуют алгоритмы, обученные на колоссальных выборках, которые в нашем распоряжении. Но с точки зрения предсказания того, какой штамм будет циркулировать, без всякой входящей информации, существуют очень большие проблемы. Есть несколько методов, связанных с интенсивностью ветвления филогенетических деревьев. Это сугубо такие очень достаточно сложные с математической точки зрения методы по определению горячих точек ветвления, какие клайды быстрее развиваются, больше ветвятся, быстрее дивергируют. Но точными эти методы, к сожалению, назвать нельзя. Существует ресурс, созданный несколькими группами исследователей, группой Тревора Бетфорда, Нейра из университета Базеля. Ресурс называется nextstrain.org Это так называемый реал-тайм трекер эволюции разных вирусов, в том числе вирусов гриппа. Там есть еще Эбола, там много всего есть. И среди прочего там можно наблюдать в реальном времени по этот ресурс агрегирует данные из базы данных последовательности и очень удобно представляет по тем заменам, которые возникли. И в том числе там есть показатели local branching index, то есть индекс ветвления на филогенетических деревьях. И этот ресурс отчасти его пытаются применять на вакцинных совещаниях, которые происходят, для того, чтобы оценить эволюционные перспективы тех или иных калайдов, вирусов. Но как мы видим, пока не очень хорошо это получается делать. Потому что вот Юрий Михайлович затронул вопрос вирусами гриппа H3, по которым рекомендация была отложена. Так вот, на самом деле, за этот эпидсезон дальнейшего роста представленности от группы, которая была выбрана для вакцинного штамма компонента H3, на самом деле не наблюдается. То есть был локальный всплеск увеличения представленности этой группы вирусов, как раз удачно попавшие на момент вакцинного совещания и отложенные вакцинные рекомендации. Но, например, в России мы таких вирусов вообще не видели. А, соответственно, в мире их доля тоже, потому что мы видим сейчас южного полушария, она тоже не очень велика. Но, тем не менее, в этом направлении ведутся большие исследования, но перспективы их не совсем понятны, я так скажу. Но вот всех интересующихся эволюцией гриппа, в целом, даже совершенно не связанных с гриппом, а кому просто интересно сопоставить вакцинные рекомендации с тем, что есть, я рекомендую ресурс NextTrain.org. Он позволяет даже не специалистам быстро составить представление о том, что происходит с гриппом вот прямо сейчас. Спасибо. Еще есть вопрос? У меня один вопрос. Мария, скажите, когда вы сравнивали человеческий H3N2 и свиной, какие участки вы сиквенировали? Мы сиквенировали полный геном, а сравнивали мы последовательности полный гемоглотинир. Это правильно, да. Да. Продолжение следует...